Время отца и сына и святого духа. Аминь. Возлюбленное Господи, отцы, матери, братья и сестры, спасибо Господи за Ваши святые молитвы. Сегодняшний праздник в православной церкви называется Лазарева суббота. И в этом празднике мы поем тропарь празднику. Общее воскресение прежде Твоей страсти уверяя, из мертвых воздвиглась Лазаря Христи Божия. То есть прежде чем Господь идет на страдания свои за шесть дней до Своих крестных мучений, подтверждая о том, что все воскреснут, никто не умрет. Всякая душа будет жить вечно, но только будет жить в разных состояниях и в разных местах. Кто-то будет жить в раю, кто-то будет жить в аду. Но общее воскресение все воскреснут, уверяя, доказывая, показывая, воздвиг из мертвых Лазаря Христи Божия. И на сегодня мы празднуем события, которые изложены в Иоаннском повествовании от апостола Евангелиста Иоанна Богослова о том, что Лазарь некто, говорит Евангелист, но мы знаем, кто этот был Лазарь. Это человек, который впоследствии стал епископом китийским, священномучеником. До сих пор его гробница находится на острове Кипр, и туда многие люди приходят в эту гробницу, влезают, чтобы тоже вместе с Лазарем воскреснуть, чтобы иметь его ходатайство на страшном суде о воскресении мертвых. То есть совершенно точно известна биография этого человека. Он же в земной жизни был братом, родным братом Марфы и Марии, тех двух жен, о которых неоднократно напоминают евангелисты, сравнивая о разном образе жизни, служении Богу, о том, что Мария, вот она все бросила, все дела и слушала Господа нашего Иисуса Христа. Марфа заботилась о каких-то своих земных заботах, о том, чтобы всех накормить, все было хорошо. И Господь сказал, Марфа, Марфа, печешься о мнозе, то есть озаботишься о многом. Мария уже благую часть избран. Вот Мария поступила правильно. Она все отложила и слушала Христа, пребывала со Христом. И, братья и сестры, многие у нас верующие, знаете, мы вот такие вот внешне теоретические верующие, а в практике в жизни своей мы далеки от Христа. То есть мы как бы, да, признаем, да, теоретически мы там все что-то откладываем, идем на службу, где-то молимся, где-то постимся, но все равно заботимся о каких-то своих земных делах, как эта Марфа, все равно о чем-то хлопочем и о том, о другом, о третьем, о десятом. То туда бегаем, то сюда бегаем, то обратно бегаем, то еще. У нас какие-то попечения, какие-то беспокойства в голове, какие-то, Господь говорит, мои благую часть. Вот эта вот жизнь в беспокойство, в бегании туда-сюда и в поисках неизвестно чего земного, какого-то себе успокоения. Это дорога в никуда, это бронусское движение, это бегство, марафон в трех соснах. Человек бегает вокруг этих трех сосен и считает, что он наматывает километры. Да, он километры наматывает, огромный километр, всю жизнь вокруг трех сосен бегает, но никуда при этом не двигается, никуда. Но бегает километры наматывает, бешено, выпучив волоса, задыхает, бежит туда, бежит сюда, там, где мне будет покойник, где слаще, где вкуснее, где побольше. В результате все горько, все, что делает человек, который бегает за земными попечениями. Мария, благую часть избрана. И каждый раз, когда мы празднуем праздник Богоматери, Богородицы, Матери Божией, мы читаем это Евангелие. Что, вот, избирай Богою часть, все оставь, пусть там тарелки, посуда, еда, не важно что. Даже если Господь останется голодным, не покорим его, сам Сын Божий. Но я послушаю его, то, что он скажет. Я приму его богодухновенные словеса внутрь себя. Я наполню душу своей надеждой, молитвой, благодатью святого Духа. А там как-то Господь все управит. Кто-то найдется, кто-то, кто будет за тарелками бегать. Мария, сказал Господь, благую часть избрана. Да, действительно, кто-то всегда будет бегать за тарелками. Кто-то всегда будет заботиться. Пусть будут те, которые ищут Бога, ищут Христа, все оставив. Вот эти будут самые счастливые, вот эти будут самые благодатные. И вот, братья и сестры, к этим самым Марии Марфе, у которых брат Лазарь, которого он тоже любил, пришло испытание. По-славянски называется это искушение. Когда Лазарь тяжело болел, они послали ко Господу, зная, что Господь, для него нет ничего невозможного. Господь исцелял и слепорожденных, и глухонемых, и гугнивых, любых, бесноватых, даже вот Гадаринский бесноватый, в котором были тысячи бесов внутри него, такой лютый, весьма сильный, который цепями приковывали. Он и цепь и рвал, вот, такого человека, и всех исцелял. Нет ничего невозможно. И говорил так, как не говорит никто из людей. И вот эти две его очень близких послушницы Господних послали за Господом с извещением, что друг Лазарь, его друг Лазарь, Господа друг, он болеет тяжело, чтобы он пришел и исцелил этого человека, помолился за него, за своего друга. Но Господь сказал, пребудем здесь два дня. То есть не стал идти к Лазарю. Обычно мы в Англии видим, Господь сразу Абия приходит туда, куда его зовут, все оставляет. И в нашей жизни мы это знаем, Господь сразу Абия приходит туда, куда его зовут, и помогает, исцеляет. Но иногда Господь, мы видим, мы зовем его, но Господь не приходит. Почему так происходит? А потому что мы еще не пришли ко Господу. Чтобы его позвать, надо прийти к нему, сказать, Господи, здравствуй, благослови, пошли со мной. У меня там вот кто-то болеет. И если в земной жизни это достаточно было, здесь Господь стоял телесно перед людьми, можно было телесно к нему подойти. Сейчас телесно Господь перед нами не стоит. То есть Господу надо прийти в наше сердце. Если мы сердце не приносим ко Господу, а тело только принесли, какую-то свечку поставили, как-то помолились, как-то теоретически помолились, теоретически веруем, а сами в своих беспокойствах, где послаще поесть, где повкуснее поспать, где покомфортнее, где поменьше искушения, то мы Господу ничего не принесли. Господь нас не слышит. Точнее, Он слушает нас, но мы не слышим Господа. Мы с Ним не общаемся. Мы сами с собой ходим. Вот это, где повкуснее, свечку на тебе, где повкуснее, где послаще. И даже на молитве стоим, где повкуснее, где послаще. Господь говорит, да будет тебе вкусно, будет тебе сладко. Ищи спасение души своей. Вот же в Евангелии сказано, ищите Царствие Небесное и правду Его, и все это приложится вам. А люди, оставив поиски Царствия Небесного, и правду, начинают искать себе сладости, вкусности и упокоения. И в результате не находят ничего. Ни сладости, ни вкусности, ни Царствия Небесного. И только тот, кто оставил все, и начал искать Царствие Небесное, как Мария, находит Господь ему под это все. Ведь такой закон Божий. Другого нет. И вот, братья и сестры, Господь говорит апостолам, два дня подождем, не будем сейчас пока идти, замедлим. И Господь иногда замедляет в наших прошениях, чтобы для каких-то определенных целей, чтобы человек немножко так вышел из этого, где повкуснее, где послаще, где поспокойнее, где повкуснее, где послаще, где... А где Господь в этой всей моих мыслях? Каждодневных заботах и попе... Где Господи, Ты где? Я же тебя уже перестал видеть, слышать. Где повкуснее, где послаще, где поспокойнее, повкуснее, послаще, повыгоднее, поспокойнее, где... Уже не слышу Господа. А Господь и... Значит, я не с Ним совсем разговариваю в молитвах, а сам с собой, не с Господом. И поэтому Господь говорит, а я хочу, чтобы ты со мной разговаривал, а не сам с собой. Дай то, дай это, дай то, дай то, дай вкуснее, дай послаще, дай повкуснее, дай то, дай это. Со мной разговаривай. А чтобы со мной разговаривать, Господь говорит нам, надо уметь не только говорить, а уметь слышать. Только так. Если человек становится глухим, затыкается в уши, Господа не слышит совсем, но пытается с Господом говорить. Он с Господом не разговаривает, он разговаривает сам с собой. Потому что, чтобы разговаривать с Господом, надо уметь слышать Его волю. И Господь говорит, ты должен здесь, сейчас быть здесь, делать вот это, а завтра должен быть там, делать вот то. А человек говорит, не-не-не, не хочу я здесь быть и делать то, И не хочу завтра быть там и делать то Я хочу делать то, что я хочу Поэтому дай то, дай это Я хочу то, я хочу это Что ты там говоришь, где я должен быть Я не хочу не слышать ничего Разве это верующий человек? Разве это спасающийся человек Который слышит только самого себя Господь ему все устраивает в жизни Все нужное для спасения А он Хочу то, хочу это, хочу то, это Хочу то, хочу то, то, то Хочу то, то что-то просит в туне Господа. В результате, а что мне Господь не дает? Что Господь не слышит меня? Почему? А потому что ты не слышишь Господа. Потому что ты перестал с Ним общаться, с Господом. Перестал обсуждать что-то. Ты всецело находишься в своей воле и глубочайшем в своем сердце. Сатсана тебя уже давно погрузил в это своей воле, а ты уже давно не хочешь слушать Господа, боишься Его святой воли, все ищешь. А что же я хочу? Что же я там хочу? Что хочу? Посильнее будет слышать. Что я хочу? Что еще я хочу? Как она говорит? Бежи туда. Вот ты туда хочешь бежать. Топ-топ-топ побежал, прибежал. А теперь что я хочу? Ну-ка что? Что же я хочу? Что хочу? Господа не слышу совсем. Беги обратно. Побежал обратно. Топ-топ-топ-топ по ногам. А теперь что я хочу? Что? Теперь туда беги. Побежал туда. И вот так вот бывает у человека, который вот просто изо всех сил прислушивает. А что же хочет еще его порочное греховное сердце? Что же оно еще хочет? Как же его еще раз ублажить? Это своеволие свое. Разве человек так вообще не с Богом? Его молитвы это просто тексты. Его стояние в храме это просто стояние. В храме, на улице, на горе. Не имеющего контакта с Господом. Поэтому братья и сестры мы должны искать волю Божию. Она премудрая. Она совершенная. Она ведет нас к счастью и спасению. Она не такая, что исполняет нашу волю сразу же. А иногда вот с отсрочкой, когда нужно. А иногда вообще наша воля не совершается. Потому что просто она не нужна. Человек бегает, топает. Говорит, Господь, не надо этого искать в жизни. Ты никогда этого не найдешь. Это не нужно. Это погибельно для тебя. Нет, я хочу то, хочу это, хочу то, хочу это, хочу то. Никто не указ вообще. Только то, что я хочу в сердце. Вот бывает и такое повреждение в нашей жизни. То есть своеволие это страшная беда для человеческой души. Которая нас вечно вгоняет в пустоту, в разочарование, в какие-то поезды, бегать по потолку, бегать вот как в шаре мотоциклисты ездят, поражая воображение вот так по кругу, но никуда, с огромной скоростью носятся. Но никуда не двигаются с места. Стоят на месте. Шар, диаметр 2-3 метра. Вот они в 2-3 метрах этих крутятся, никогда уже ничего не увидев. И вот своевольный, который перестал слышать Господа, который ищет не спасение своей души, а чтобы ему было покомфортнее, было поприятнее, поменьше искушений и соблазнов, поменьше контактов с людьми, чтобы все было поспокойнее, помягче, послаще, повкуснее. Это человек, который в этом шаре вот так вот бесконечно с огромной скоростью носится, никуда не двигаясь. Другое дело, мотоциклист, который по трассе, который видит небо, видит горы, видит солнце, видит прекрасный Божий мир, людей встречается, путешествует. А этот вот так в круге носится, потому что его хочу вот так вот, его крутят вверх ногами постоянно. Вот со своевольным вот так, который Бога не слышит. И Господь говорит апостолам, что пойдем разбудим Лазаря. Апостолы подумали, что да, раз он спит, значит разбудим его. Но Господь сказал, что он умер, имея в виду, что говоря о сне смертном, смертном сне. И Господь специально дождался два дня, чтобы умер Лазарь, чтобы смерть, это, как сказал апостолам и на всем, не, это смерть к славе Божьей. А вот придя, пойдем в Иудею, его разбудим. И апостолы сказали, что вот тебя же искали убить в этой Иудее. Не сладкого искал Господь. И не того, чтобы где поменьше с людьми общаться. Или еще чего. А чтобы славу Божью совершить. Туда, где его убить хотели, даже шел специально, чтобы разбудить Лазаря, чтобы слава Божия совершилась. Люди прослали Бога, веровали в Бога. А не там, где поменьше людей, и не там, где поменьше искушений и соблазнов. И вот Господь пришел в эту весть, а Мария была дома, а Марфа встретила Господа и сказала, Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Тогда Господь и сказал, воскресен брат твой. Веруешь ли сему? Марфа ответила, «Да, верую, что он воскреснет во всеобщее воскресение мертвых». Когда все будут мертвы воскреснут на страшный суд, тогда и брат мой воскреснет. И Господь ей отвечает Марфе, «А здесь воскресение и жизнь, и живот». То есть, «Я есть воскресение». Не надо ждать страшного всеобщего, страшного суда, всеобщего воскресения мертвых или еще чего-то. Вот «Я есть воскресение». Вот ко мне обратитесь, обращайтесь, и будет и воскресение, и исцеление, и помощь во всех делах. «Я есть жизнь». И тогда, когда Лазарь, «Пойдем на гроб, там, где умер Лазарь». И когда они пришли, он попросил, чтобы отвалили камень от двери гроба, но Марфа снова, которая все время думает о каких-то житейских попечениях, бесконечно думает, как бы ей было повкуснее, послаще, а может быть, не даже Господу повкуснее. Вот она бесконечно в каких-то заботах, в каких-то перипетиях. Воля Божия, она совершается, хоть и бейся головой об стену, бесконечно в этих заботах, а воля Божия, она все равно совершается. И можешь не заботиться о многом, и не переживать. Воля Божия, она совершается, она как ледокол, идет прямо, и все. А этот, человек бегает по льдинам, бьется головой об ледокол, как бы направить его в нужную сторону, как бы льдины не помешали, как бы тюлени там распугать. И бегает, носится, как чумной вокруг этого ледокола, а он все равно идет, хоть ты бегаешь, он даже тебя не видит, может быть, там капитана. Кто-то там бегает по льдинам, безумствует. Как бы там подтолкнуть, чтобы он быстрее шел, ледокол, чем бегать, носится. Вот, ну, приблизительно, грубо, это воля Божия, это ледокол, носящийся вокруг ледокола, бьющийся головой об стальной корпус, это человек, который пытается, что там, помочь воле Божией совершиться в житейских наших делах, в ходе человеческой истории, еще в чем-то, в устроении своей там личной жизни, семейной жизни, в каких-то материальных благодобывании. Мы должны помочь Господу, точнее, помочь самим себе стать настоящими верующими, обрести покаяние, обрести молитву, неразвреченную, обрести истинный разговор с Богом, когда не только Богу говорим, дай, 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 ничего больше не слышу, дай, 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 мне ничего не надо, твоей воли не хочу слышать, что где должен быть, не надо мне знать, ничего понимать, дай, 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 хочу, то, что я хочу, то хочу делать, дай, дай, дай. Нет, но разговор с Богом, Господи, ты мне что-то дал, а что за этим будет, какой я плод получу. А горехон, Не-не-не, беги-беги, беги-беги, скорей беги-беги, вот туда беги, скорей давай. Потому что ты хочешь не этого, а ты другого хочешь. А Богу спроси, Господи, ну раз ты что-то управил в моей жизни, ну научи меня, вразуми, зачем ты это. То есть может быть что-то, то, что мне в голову прийти не может, а человеческое сердце и ума неограниченные. И не все мы понять можем сразу, для чего Господь управил в нашей жизни. Особенно болезнь, особенно скорбь, особенно где напрячься приходится. Вот, и своей волей, беги, давай, бросай крест и беги, прячься скорее. Нам надо успокоиться, взять все в руки и сказать, Господи, что действительно надо бежать? Что действительно надо убегать из церкви, там сложно, там трудно. Да, куда бежать? Это говорит мне голос в сердце, что беги из церкви в другое место. Так, действительно так, я должен из церкви бежать вот в другое место, там будет мне счастье, Господи. Это ты мне говоришь? Или это не твой голос в моем сердце? Что убегай из церкви, бросай все и беги туда, где поменьше будет людей, где поменьше искушения. Это ты мне так говоришь? Иисус Христос. Или кто-то другой? Ну, просто-просту вопрос надо задать себе. Если мы верующие люди. И Господь, ну, не может сказать, беги из церкви. Он не может сказать, беги от исповеди, от причастия, беги от литургии туда, в другое место. Там тебе будет хорошо, будешь счастливой. Потому что нет счастья вне литургии, нет счастья вне духовной жизни, его не существует. Все остальное – это иллюзия, что показывает наша жизнь нам, но не все это видят. Выбежав из церкви, мы выбегаем на пепелище, на пустоту, в пустоту, в разочарование выбегаем. И Господь не может такого сказать. Он может сказать что угодно, но он не скажет такого, беги из церкви, вот там, вот там. Иди от церкви подальше, будешь молиться, будешь иногда ходить в храм, жить в благочести. Его нет. Он приводит, наоборот, все ближе-ближе к алтарю, как детей подносит на службе. Мама, прямо сюда, причастие приносит ребеночка. Господь не может сказать, иди отсюда, там, там, будь счастлива где-нибудь там. Работая там, где-нибудь там. Раз уже тебя привел сюда, теперь беги отсюда туда. Но надо что-то видеться, кто тебе эти решения подсказывает убегать от церкви, от священников, от молитвы. Вряд ли Господь. А если это не Господь подсказывает эти решения, значит, это подсказывает кто? Только три варианта. Есть воля Божия, воля человеческая, воля бесовская. Либо ты по неразумии, по греховности своей хочешь убежать. Либо тебе сатана гонит, просто пинками гонит сатана от церкви, потому что сатана боится, что душа очистится от бесов. Он боится этого. Потому что сатан не хочет быть бездомным. Он живет в человеческой душе, даже в православной душе, даже ходящей в церковь душе сатана живет. Вместе с гордыней и тщеславием, и осуждением, и прочими грехами. Поэтому, братья и сестры, мы же должны быть мудрее немножко. Мы же должны слушать пресвитеров церковных. Мы должны понимать, что в духовной жизни все просто. Все просто. Либо к Богу, либо к сатане. Либо в Царстве Небесном, либо в ад. Третья дорога не существует. К Богу это... Где Бог? А вот здесь Бог. Вот здесь Бог. Сюда, значит, Бог. Отсюда, значит, от Бога. Сюда, значит, в Царстве Небесном. Отсюда, значит, в ад. Все. Ну, что тут непонятно. Родненькие. Что вы там еще мудрите, стоите? Сюда, значит, в рай. Отсюда, значит, в ад. И ад, и рай начинаются здесь, на земле. Здесь, на земле. Вот здесь, на земле. Начинается рай. Вот здесь, в храме. Отсюда убегая, туда мы убегаем в ад. В греховную жизнь. Все. Значит, ты хотя бы должен понимать, убегая отсюда, я убегаю в ад. Добровольно убегаю в ад. Добровольно убегаю в разрешение души, жизни, здоровья, личности своей. И в страдания, убегая отсюда, из церкви. Здесь Господь, а там миродержители века сего. Которые бесы. Вот там, они туда убегают, убегают к бесам. Которые очень ловко могут рассказывать всякие интересные, приятные вещи и запугивать. Да здесь плохо в церкви. Да здесь молиться надо. Да здесь трудиться надо. Да здесь поститься надо. Да тяжело-то будет тебе. Вот там будет хорошо. Людей не будет. Все. И денег дадут. И водки нальют. И блуд будет. И все тебе будет. Что ты в церкви-то получишь? Иди, беги туда. Нет, кто-то бежит туда. А кто-то идет с трудом, с натугой сюда. Потому что сюда идти, это идти на Голгофу. Туда, куда шел Христос. Он шел на гору. Он был распят на горе. Чтоб всем было видно. На Голгофе. И крест свой нес на себе Господь. И сбитые, и окровавленные. И с ним два разбойника шли. И Симон Киренецкий нес крест его. И жены мироносицы шли. Туда, на гору, тяжело поднимаясь. По жаре Иерусалимской. Вот сюда это тяжело поднимаясь на гору. Избитые, избитые. А туда нужно бежать, просто катиться. Потому что туда с горы вниз. Катиться очень легко. И вот Господь. Эта Марфа, которая все время была загружена. Просто перегружена этими житейскими попечениями. Даже если что-то Господь говорит. Она все свое противопоставляла. Какую-то сумудрость. Но видимо, думая, что Господь ошибается. И чего-то не понимает. И может быть, Господи, прости. И она умнее Господа, наверное, считала себя. Ну, так считаю все, которые в житейских попечениях носятся, крутятся. И Господь сказал, уберите камень от этого гроба. А она ему начинает объяснять, как неразумному. Как младенцу. Что уже четверодневен есть. То есть четыре дня он похоронен. Четыре дня на Иерусалимской жуткой жаре. Уже смердит. Объясняет ему, что вот, понимаете, какое у нас своеволе в голове. Да безумие доводящее. Что стоит рядом сам Сын Бога, Божий Сын. Которого мечтали тысячи людей, видите, пророков и святых. Второе лицо Троицы, которое жизнь дает. А здесь воскресенье и жизнь. Говорит он ей несколько минут назад. А она ему снова объясняет, ну, как ребеночку маленькому. Что, ну, ты понимаешь, деточка, четыре дня умер уже. Вот, понимаешь, деточка, смердит уже, деточка. Господь, который говорил так, как никто не... Вот до какого безумия своеволе нас доводит. До какой слепоты. Объясняет Господу. Но Господь настоял, чтобы убрали этот камень. И когда убрали камень, он слух произнес. Благодарю тебе Господи, что услышал. Но это для народа. Чтобы народ понимал, что он молился, а Господь его услышал. И Бог Отец исполнил. И далее я сказал, Лазарь, гряди вон. И Лазарь вышел четверодневно, четыре дня, пролежавший там, в этом гробе. Господь знает все, что там с ним происходило, с его душой, с его телом. А Марфа-то ничего не знает. Хотя по гордыне думает, что все знает. Обо всем печется. Но только не о спасении своей души. В первую очередь. О тарелках. О как похоронить. О как перевернуть стулья там, или не перевернуть на похоронах. Но обо всем вообще. Только не о спасении своей души. И все время в этой слепоте бегает, как мотоцикл и шарик. Крутится, крутится, крутится. Дебилка в колесе. Бежит, бежит, бежит с огромной скоростью. Но стоит на месте. Вот она стоит. Хотя она бежит с огромной скоростью. Тарелки, которые пекутся, а о чем угодно, только не о спасении души. Они бегут, потеют, стараются. И никуда не прибегают. И вот вышел этот лазер, оббитый укройми. И многие иудеи, которые здесь были, уверовали в него. И не только в этот момент, когда его увидели. А, конечно же, слава об этом разнеслась по всему миру. По всей стране иудейской, по всему миру. Везде и всюду. Люди говорили, вот да, есть такой лазер, который воскресил Господь. Он четыре дня был умерший. Четыре дня был мертвый. И похоронен был четыре дня. Вот, пожалуйста, можете к нему прийти и спросить. Кто тебя воскресил? Что ты видел после своей смерти? Какие посмертные переживания и откровения получила душа твоя? И он все мог рассказать. И поэтому за лазерем была целая охота со стороны иудеев. Ортодоксальных законоучителей народа израильского, чтобы убить этого человека. Уничтожить. Как свидетеля о том, что да, есть личная жизнь. За ним охотились саддукеи, которые не верили в воскресенье мертвых. Да, тело обездвижено, оно мертвое, оно разлагается, а душа живая остается. И точно так же, как она думала, то, что она любила, то она и продолжает любить. То, что ей нравилось, то и продолжает нравиться. А если душа любила блуд, пьянство, чревгодие, гордыню, зависть, она ходит и ищет, кому бы завидовать, кому бы осуждать, с кем бы блудить эта душа. А если душа возлюбила Бога, она к Богу стремится. Молитву возлюбила и покаяние, тишину духовную, она стремится к Богу. Вот все это лазер всем рассказывал в земной жизни. И хотели его убить. Но Господь его берег до определенного времени. Он стал епископом Китийским города, Кития. И в этом городе мученически предал душу Господу. И сегодня, братья и сестры, мы не только залазим в гробницу Лазаря, в которой он был погребен, чтобы он ходатайствовал за нас на страшном суде, и обращаемся к этому святому угоднику Божию, к святому преподобному отцу Лазаря, и к его сестрам Марфе и Марии, угодницам Божьим. И ко всем святым, от яко-боговодившим, все святые, научите меня, чтобы я поменьше заботился о земных попечениях своих. Чтобы я поменьше был, как Марфа в земной своей жизни, которая вечно бегала и даже с Господом споря, я даже Господу объяснял какие-то простые стены, считая умнее себя всех, перепроверяя его. Но чтобы я больше был, как Мария, все оставив, слушал Господа. Все оставив, слушал молитвы богодухновенные, которые читаются в православном храме, на божественной литургии, на вечерней службе. Помни, Господи, чтобы я все оставив, слушал и читал молитвы, которые оставили нам святые от Бога в виде акафистов, канонов и покаянных молитвов, и псалтири Рока Давида, и Евангелия от апостола-евангелистов. Помни, Господи, чтобы я все больше и больше становился счастливым и радостным, и наполнялся любовью через благодатью того духа, который я буду стяжевать в молитвах, в чтении Евангелия, даже в каких-то послушаниях, в труде, в работе. Если я буду делать это благоугодно, ради Христа, с молитвой, душа моя будет наполняться благодатью Святого Духа. И только благодать Святого Духа действительно может сделать меня счастливым, мудрым, радостным, светлым, наполним любовью, научить дать мне силы прощать, терпеть, смиряться, веровать и идти на Голгофу со крестом своим, к Христу, к смерти моего ветхого человека и воскресении в жизнь вечную. Помоги мне, Господи, чтобы я шел в своей земной жизни к Христу, а не к каким-то мирским удовольствиям, развлечениям, удобству и комфорту. И помоги мне, Господи, чтобы я эту дорогу ко Христу, которая преизобил от искушениями, и скорбями, и трудностями. Ибо Господь говорит, многими скорбами належит войти нам в Царствие Небес ни комфортом, ни успокоением, а скорбами и подвигами. Что я прошел эти скорби и подвиги с благодатью Божию достойно, со смирением, не возмущаясь, не бегая от скорбей. И умер бы мой ветхий человек тот, который завидует, осуждает, злобится, ищет земного комфорта. И воскрес бы новый человек, новое твари, новое творение во Христе, тот человек, который будет жить и радоваться, и быть счастливым, и наполненным любовью, и жизнью вечной. Здесь в вечности, со всеми святыми, от века Богу угодившими. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok